2021 год, конечно, для сферы культуры был непростым. Мы, как и вся страна, жили в условиях ограничений. Учреждения культуры временно приостанавливали свою деятельность, нас не посещали наши дорогие зрители, но вместе с тем хочу отметить, что творческая жизнь в сфере культуры не останавливалась ни на минуту. Мы проводили онлайн-проекты, мы открывали выставки в тот период, когда это было возможно. В театрах прошли премьерные показы спектаклей. Это и Кутега в Академическом театре имени Тургенева. Поминальная молитва в театре «Свободное пространство». Премьерные сказочные спектакли в самом добром и самом замечательном театре для детей, в нашем театре «Кукол». Мы старались подарить нашим зрителям, гостям нашего региона тепло души, наше творчество. И знаете, если говорить о творческих достижениях в сфере культуры, конечно, они связаны с деятельностью тех людей, которые трудятся в нашей сфере. Я не могу не отметить заслуженную награду уважаемого заслуженного актера Академического театра Николая Евгеньевича Чупрова с получением специальной премии «Золотая маска». Конечно, хочется поздравить Галину Григорьевну Костко, преподавателя детской школы искусства имени Кабалевского города Орла, с получением премии Луначарского. Хочется поблагодарить за работу, за такой продуктивный год реализации проекта наш ансамбль народных инструментов «Орловские узоры», которые стали обладателем гранта Министерства культуры Российской Федерации в 2021 году. С 1 сентября 2021 года у нас в регионе, как и во всей стране, реализуется проект «Пушкинская карта» по инициативе президента Владимира Владимировича Путина. С 1 сентября молодые люди от 14 до 22 лет могут посетить совершенно любое учреждение культуры в нашей стране, совершенно бесплатно. И на сегодняшний день уже порядка 14 тысяч молодых орловцев воспользовались этой услугой. И в следующем году реализация «Пушкинской карты» также будет продолжена. С 2019 года в сфере культуры реализуется национальный проект «Культура». В 2021 году мы продолжили реализацию основных направлений. Капитально отремонтировано 3 сельских дома культуры, 5 детских школ искусств, 5 детских школ искусств и Орловский областной колледж культуры и искусств получили современное оборудование, учебные материалы, что позволит качественно организовывать образовательный процесс. В уходящем году 230 работников сферы культуры в рамках национального проекта «Культура» повысили свою квалификацию. В следующем, в 2022 году, в Орловской области будут отремонтированы 3 сельских дома культуры, 2 детские школы искусств. На базе Орловской государственной филармонии будет создан виртуальный концертный зал. Мы приобретем для муниципальных образований 6 автоклубов, которые позволят обслуживать население в трудноудаленных уголках нашего региона. А также будет продолжено обучение наших специалистов, повышение квалификации. Предусмотрена поддержка лучших работников учреждений. Будут выявлены и награждены лучшие учреждения в сфере культуры. В 2022 году мы продолжим комплектовать библиотечные фонды наших областных библиотек. И в следующем году мы создадим еще одну модельную библиотеку в нашем регионе. Уважаемые жители Орловской области, уважаемые коллеги, я от всей души хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. Конечно, хочется пожелать всем нам крепкого здоровья, благополучия, побольше радостных событий, творческого вдохновения всем работникам культуры, успешной реализации всех задуманных проектов. С Новым годом! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова